Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Владимирской области Александр Пестов. И мы обсудим ситуацию с наркопреступностью в Владимирской области. Александр Павлович, здравствуйте! Здравствуйте! Действительно, такая актуальная проблема для многих регионов нашей страны, к сожалению. Но вот как ситуация с наркопреступностью в этом году сейчас во Владимирской области? Прежде чем говорить о ситуации в нашем регионе, хотелось бы сказать о том, что пленум Верховного суда по делам, связанным с противодействием незаконного распространения наркотиков, принято в 2006 году, до сих пор действует. И согласно преамбуле к данному пленуму указано о том, что противодействие наркопреступности является важной задачей национальной безопасности страны. Также там указано о том, что сохраняется высокий уровень распространения наркотиков в молодежной среде. Все чаще к распространению наркотиков привлекаются безработные, женщины, дети. Доля наркотиков увеличивается постоянно, доля сильнодействующих синтетических наркотиков. И вот несмотря на то, что пленум принято в 2006 году, и о том, что я сейчас сказал, основные тезисы из-за преамбула, до сих пор актуальны в настоящее время. Действительно, доля синтетических наркотиков по сравнению с растителями преобладает, много лиц привлекается несовершеннолетних, по сбыту наркотиков безработных, женщин, все это актуально. И, безусловно, конечно, это важная задача для сохранения здоровья населения, это борьба с наркопреступностью. Говоря уже о цифрах в нашем регионе, хотелось бы сказать о том, что за два месяца этого года цифры значительно подросли по сравнению с предыдущим периодом прошлого года. В настоящее время в зарегистрированной территории области 66 преступлений, что на 11% больше, чем в том году. В том году было 57. В суды направлено 611 дел в 2023 году, в 2022 году 570. То есть рост есть, рост хоть и небольшой, но он имеется. Поэтому данная проблема является актуальной. В прокуратуре области очень большое внимание уделяется борьбе с наркопреступностью. Но еще говоря о количестве преступлений, количестве дел, хотелось бы сказать о том, что они, наверное, не в полной мере отражают картину распространения наркотиков. Потому что практика Верховного суда и, соответственно, на нашей территории судебная практика складывается следующим образом. О том, что если лицом распространив из одной оптовой партии несколько закладок, несколько десятков закладок, данные его действия квалифицируются как одно преступление. То есть, несмотря на то, что он распространил 20-30 закладок, это судьба квалифицируется как одно преступление. Поэтому мы-то говорим о том, что потребители, конечно, получили каждую по дозе, соответственно, 20 лиц привлеклось к незаконной стороне наркотиков. То есть, как бы вот, посчитать масштабы действительно очень большие. Ну и действительно, такая актуальность, как мы уже сказали, большая. Ну, вот еще хотелось бы сказать о том, что борьбе выделяется большое внимание противодействия с наркотиком. И Верховный суд в 23-м году в декабре собирался на пленум, и они пришли к выводу о том, что данная практика является неверной, поскольку лицо все-таки из оптовой партии взложило большое количество закладок, и до конечного потребителя дошла конкретная закладка, необходимо его действия квалифицировать по каждой закладке. То есть, вот он взял оптовую партию, взложил, ну, как правило, оптовые партии большие, килограмм, два, тысячу закладок. Вот, соответственно, тысячу преступлений будет ему вменяться. Я считаю, что это правильно, да, это будет отражать реальную картину наркопреступности и, соответственно, усилит наказание. Скажите, пожалуйста, приговоры по каким, ну, наиболее значимым преступлениям выносились в этом году судами? Ну, в этом и в том году, как правило, вообще приговоры по данным преступлениям наиболее значимы – это лаборатория, так называемое изготовление наркотиков в особо крупном размере. На территории области у нас, к сожалению, имеется такая практика на территории Александровского района, Киржачевского, Ковровского района, Особинского района. Были сотрудниками правоохранительных органов пресечены деятельности нарколабораторий. Вот, как раз хотелось бы сказать о том, что Особинским городским судом в том году вынесен приговор в отношении двух местных жителей поселка Ворша, которые обвинялись в незаконном выращивании наркотических средств культивирования и, соответственно, разбытии в особо крупном размере. Следствием установлено, что в феврале 2020 года двое мужчин вошли в состав организованной преступной группы, согласно которым на них возлагалась обязанность так называемых граверов. Граверы – это лица, которые выращивают, незаконно культивируют наркотические средства каннабиса. Вот на территории Особинского района ими были выращены 1100 кустов конопли, обрезаны верхушки. Из этих верхушек путем измельчения изготовлены наркотические средства марихуана. И 14 килограмм они заложили в качестве закладки на территории Судагодского района. Сотрудниками это было изъято. И также у них дома было значительно обнаружено количество наркотических средств. Вот они были приговорены к значительным срокам наказания. Одному суд назначил 8 лет лишения свободы, другому 9 лет лишения свободы. Кроме того, в памяти это приговор Владимирского областного суда. Осужденный житель Кабадин Балкарской республики. Он также прибыл на территорию нашего региона для того, чтобы организовать лабораторию. Он организовал ее на территории Александровского района. И в августе 2020 года приобрел участок. И, соответственно, им деятельность осуществлялась с сентября 2021 года по 2022 год. За это время мужчина изготовил 670 килограммов метилофедрона. Это так называемый синтетический наркотик. В народе его называют соль. Самое простое изготовление. И самое распространенное изготовление в нарколабораториях. Вот таких кустарных. Соответственно, он изготовил, как я уже сказал, 670 килограммов. Был задержан данный мужчина. Сужденный областным судом назначен достаточно большой срок наказания в виде 16 лет лишения свободы. Его подельники, которые занимались подвозом прекурсоров, распространением также суждены Александровским судом к защитным срокам наказания в виде 10 лет лишения свободы. То есть действительно такие серьезные сроки грозят. Правильно, ведь нарколаборатория, это по сути, что называется, хоть и кустарными способами, но в промышленных масштабах. То есть это огромное количество пытаются люди изготовить различных веществ. 670 килограммов, это больше полутона. Фактически это мешки с наркотиками. И сотрудники барханителей органов изымают собаки. 200-литровые пластиковые конюстры, 40-литровые. То есть такая борьба как раз с такими нарколабораториями, их участниками, сотрудниками этих нарколабораторий ведется активно у нас в регионе. Скажите, пожалуйста, насколько серьезна ответственность? Мы уже упомянули о некоторых сроках, которые судом были назначены людям. Статья 228, прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за незаконное изготовление, перевозку, пересылку наркотических средств, за неквалифицированное сбыто по первой части, предусматривает ответственность от 4 лет до 8 лишений свободы, сбыт наркотических, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-тернационных сетей, так называемых сетей интернет, предусматривает ответственность от 5 до 12 лет. Сбыт наркотических средств в значительном размере, либо группа лиц по предварительному сговору, предусматривает ответственность от 8 до 15. Организованной группой в особо крупном размере уже ответственность возрастает от 10 до 20 лет. И самый строгий вид ответственности, как я уже говорил, за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, ответственность предусматривает от 15 до 20 лет. Хотелось бы отметить о том, что я уже указывал, что сбыт с использованием информационно-тернационных сетей интернет, это уже является кульфицированным сбытом, за него повышенная ответственность. И практика судебной склады следующим образом о том, что если лицо в ходе сбыта наркотиков или приобретения использует какие-либо информационно-тернационные сети, мессенджеры, телеграмм, ватсап, подыскивает покупателей с помощью интернета, общается с ними, договаривает какие-либо действия по сбыту наркотиков до конечного потребителя, осуществляет, фотографирует, соответственно, место закладки отправляет организатору этого бизнеса, уже, соответственно, судом квалифицируется как использованной сети, потому что любые действия, направленные на сбыт, которые используются с помощью сети интернет, либо мессенджеров, это уже квалифицированный сбыт, ответственность за которого более строгая, чем по первой части. В моем речи прозвучали такие слова, как в крупном размере, особо крупном размере, чтобы было понятно, насколько это важно и можно, что у нас есть плену по постановлению правительства, которое регламентирует наличие количества того или иного наркотического средства по группам, то есть какое наркотическое средство относится к крупному, значительному или особо крупному размеру. Так вот, метилфедрон, про который мы уже говорили, это так называемая соль, самая распространенная наркотика, значительный размер, это уже 0,2 грамма, крупный размер, это 1 грамм, то есть особо крупный, это 200 грамм. Так вот, крупный размер, соответственно, за него ответственность уже наступает от 10 до 20 лет, а это всего лишь 1 грамм. Вы представляете, вот на ладошке несколько кристаллов. И за это можно получить такую серьезную... Да, от 10 до 20 лет, просто чтобы вы понимали, что звучит вроде особо крупно, а на самом деле там не такое большое количество. Не большое количество, да, но ответственность очень серьезная. А вы еще, Александр Павлович, сказали, я так понимаю, да, вот из прозвучавших цифр, которые вы озвучили, получается, что если сравнивать преступления, то за распространение, например, наркотиков иногда ответственность больше, чем за некоторые уголовные другие преступления, например, убийства и так далее. Ну да, у нас уголовным кодексом за убийство предусматрена ответственность от 6 до 15 лет, а, как я уже говорил, за сбыта в крупном размере от 10 до 20. Какие еще последствия негативные могут настичь тех, кто занимается производственным распространением наркотиков? Уголовным кодексом статьей 104 предусмотрен такой вид дополнительной ответственности, конфискация, то есть принудительное изъятие предметов, используемых при совершении преступления. То есть если лицо, ну, возьмем, давайте, для примера, лабораторию, приобретает где-то дом за городом, земельный участок, какие-либо строения, приобретает для этого необходимое оборудование, мешалки, холодильники, все, что там необходимо, колбы, использует для перевозки наркотиков автомобильные транспортные средства, для смешивания использует мешалки, как я уже сказал, все это, что используется при изготовлении, либо при сбытии, подлежит по закону безусловной конфискации. Соответственно, как я уже сказал, дом, где лаборатория, конфискуется доход государства, земельный участок, на котором стоит дом, также конфискуется доход государства, автомобили, на которых шлялся перевозка, подлежат безусловной конфискации, ну, соответственно, все оборудование, либо уничтожение, либо конфискация, в зависимости от вида этого оборудования. Александр Павлович, зависит ли строгость наказания от вида наркотиков, которые человек распространяет? Безусловно, зависит. Как я уже говорил о том, что постановление правительства предусматривает классификацию наркотиков и значительный крупный, особо крупный размер. Вот, например, я уже называл, что такое значительный размер для метилофедрона, высококонцентрированного синтетического наркотика. Для сравнения можно, наверное, привести гашиш, который предусматривает ответственность за который, вернее, значительный размер которого уже постановление правительства определён в размере 2 граммов, а крупный 25 грамм. Каннабис, марихуана, это измельчённые листья растений каннабиса, уже значительный размер 6 грамм, крупный 100 грамм. То есть, вида, синтетический наркотик, растительный. Приговором Петушинского районного суда осуждены местные жители, которые сбыл наркотическое средство метилофедрон массой всего 0,17 грамма. Получил наказание в виде лишения свободы 4 года 3 месяца. Также данным судом было осуждено лицо, которое 0,09 грамма всего пыталось сбыть в виде наказания 4 лет лишения свободы. То есть, даже одного грамма нет, сотый этого грамма, а сроки достаточно длительные. Александр Павлович, а если мы будем говорить о возрасте, с какого наступает ответственность, что здесь можно рассказать? Субъект данного преступления общий, то есть, ответственность наступает при достижении лицом 16-летнего возраста. Однако, за контрабанду наркотиков уже возраст здесь снижается, ответственность, и уже наступает 14 лет. То есть, даже, можно сказать, юношеский возраст такой, ответственность происходит. Скажите, пожалуйста, каким образом, какими путями граждан вовлекают такую преступную деятельность по распространению наркотиков? Сейчас все вовлечение граждан происходит дистанционно, с помощью интернета. Поэтому всех телезрителей хотелось бы предупредить, что не надо ни в коем случае вступать в переписку, когда приходит тебе в мессенджере, в Телеграме, в Ватсапе, в Вайбере сообщение с предложением о большого заработка. Рассылки какие-то? Путем размещения закладок, да. Ни в коем случае нельзя на это вестись, нельзя вступать в переписку. Оградить своих детей, чтобы они не думали, что это легкий заработок. И вот они разложат несколько закладок, получат определенные денежные средства, потому что там действительно обещают большие вознаграждения денежные. Оно этого не стоит. Сроки мы уже говорили. Никто потом не будет говорить о том, что только решил попробовать первый раз. Ну и говоря уже о сломанных жизнях, в принципе, человеческих. Если вдруг кто-то из наших телезрителей станет свидетелем, что что-то кто-то ищет или явно что-то кто-то достает, пытается передать кто-то подозрительный, вот что делать, куда обращаться? Сразу необходимо позвонить полицию, сообщить адрес, где все это происходит, описать лиц, по возможности сделать фотографии. И, соответственно, не надо подходить к ним, делать замечания. И тем более помогать искать эти вещи. Потому что чревато в любом случае, возможно, люди неадекватно себя ведут. И в любом случае, конечно, люди будут пытаться... Полиция своевременно среагирует, вышлет на ряд и разберется ситуацию. Александр Павлович, были ли в вашей практике случаи, когда прохожие сообщали, и их бдительность помогала поймать преступников? Да, случаев таких много, и мы благодарны за это гражданам, за их бдительность. Вот, хотелось привести пример. Это Петушинский район. Там поступило сообщение от сторожев одного из садовых товариществ о том, что лицо что-то в этом садовом товариществе искало, сообщило номера автомобиля. Сотрудники полиции среагировали, остановили данный автомобиль. В ходе обыска было обнаружено наркотическое средство, и лицо было осуждено за незаконное приобретение и хранение наркотического средства при назначении наказания в виде штрафа. Более яркий пример – это Камешковский район. Здесь двое несовершеннолетних сообщили о том, что к ним подошел неустановленный мужчина, предлагает им купить наркотики, попробовать наркотики. Полиция в свое время также отреагировала. Этого мужчину на месте задержали. У него при себе были изъяты наркотические средства. Он был признан судом виновным в покушении на незаконное сбытное качество, а также на незаконное увеличение и совершеннолетие в употреблении наркотиков. Приговорен к семи годам лишения свободы. То есть вот такие на практике случаи происходят. Большое спасибо, Александр Павлович. Я напоминаю, что у нас в гостях был начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Владимирской области Александр Пестов. Обсуждали мы ситуацию с наркопреступностью в Владимирской области. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»